Дмитрий Васильевич Голубев, главный тренер футбольного клуба «Металлург ВИКСа» Вашему вниманию Дмитрий Васильевич, поделитесь с Вами первыми впечатлениями о прошедшем матче Эмоции, конечно, в основном положительные Конечно, после того, как забили мяч, очень хотелось выиграть В общем-то, я так думаю, что по всем футбольным вещам, как везение, логика в этом была бы, если бы мы выиграли Конечно, когда готовились к этому матчу, учитывая то, что команды на разных полюсах находятся Мы боремся практически там, чтобы уйти из зоны, которая в конце турнира на таблице Поэтому абсолютно другие задачи перед собой ставим Конечно, когда готовились, понимали, что матч будет очень трудный в плане контроля мяча И, в общем-то, мастерство любого игрока «Факела» гораздо выше любого игрока из нашей команды В общем, задача стояла сыграть компактно, не дать сопернику свободных зон вблизи нашей штрафной площади Это, конечно, не всегда получалось Но явных таких опасных моментов после наших ошибок не было Были опасные прострелы, пенальти Который, я не знаю, потому что дело инспектора судить такие моменты Но когда бежит толпа футболистов, там где-то игрок упал На мой взгляд, это очень смешно Сразу понятно становится, с какой задачей Эрофей выходит на поле И последняя минута матча, когда идет диагональная передача в нашу штрафную И игрока, нашего защитника, просто за шею валит на поле И свисток молчит, дает продолжать игру Много непонятного, но очень много Тем не менее, я очень рад, что «Краспортуна» была сегодня на нашей стороне в этом плане Очко, заработать в игре с такой командой Это, конечно, и везение, и достойный результат для нас Поэтому я очень рад, что мы его сегодня заработали Именно заработали нам Отчасти, конечно, и повезло Пенальти Это мастерство вратаря, на мой взгляд, и психологическое, и остальное В общем, результатом довольны, само собой В чем секрет шаманского бубна против Курска, против Воронежа, против сильных команд И вроде как бы в конце идете Ну, вы понимаете, если посмотреть на турнирную таблицу Не в графу очки, а победы, поражения, ничьи На сегодня у нас уже шестая ничья И как бы играя с любым соперником в этом сезоне Мы по игре практически никому не проиграли Очень много матчей проиграли 0-1 Где и одна спортивная отворачивалась И, в общем-то, допускали в начале сезона особенно грубые ошибки в обороне В целом же, в сравнении с первым нашим сезоном во втором дивизионе Сейчас команда играет абсолютно другой футбол И сегодня, в общем-то, не было двух основных центральных полузащитников Которые, в общем-то, формируют игру команды Поэтому, я думаю, что у нас такого контроля мяча было очень мало Тем не менее, в любом случае, мы сегодня ставили ставку на оборону, на быструю атаку Провели их немного, но я думаю, что они достаточно острые были Не только в момент, когда мы долго обили Еще раз, хорошие атаки, где могли реализовать быстро ответные По задачам команды В начале сезона мы ставили перед собой задачу сыграть, конечно же, лучше, чем в предыдущем сезоне По финансированию мы сейчас слабее, кажется, слабее всех команд В любом случае, мы должны двигаться вперед И если мы перед сезоном ставили задачу лучше сыграть То на сегодняшний день уже, конечно же, в первую очередь нужно себя обезопасить от того, чтобы быть на последнем месте И вместе с этим двигаться в плане улучшения игры, самой игры В общем-то, все болельщики наши отмечают, что играть стали лучше, но результат так быстро не приходит Поэтому сейчас у нас задача стоит не в целом на сегодня, а на каждый матч Тем более период такой у нас была игра с Курском Опять же, игра с Пензой, которая очень прилично выглядит, хотя тоже проблемы с очками Затем игра с Факелом, сейчас мы принимаем Саратов Такой период очень трудный, очень сложный, но я надеюсь, что вот как раз через такие трудности мы прибавим И закалимся Продолжаем нашу пресс-конференцию Вадим Васильевич Муханов, главный тренер футбольного клуба Факела Воронеж Вашему вниманию Вадим Васильевич, какие ваши впечатления о матче? Впечатления сейчас тяжело говорить, то что, безусловно, досада определенная Из-за того, что мы никак не рассчитывали потерять сегодня очки Тем не менее потеряли, хотя по первому тайму видно было, что никого не настроено, еще нет То есть команда играла совершенно организованно и правильно Менем контратак соперника, потому что в корне пресекалось все И достаточно неплохо атаковали И я думаю, что где-то порядка четырех-пяти моментов, которых обязаны забивать Были только дважды Торчука, в общем-то Который в растворе ворот не попадал там Поэтому мы в перерыве на эту тему поговорили, чтобы продолжать в том же ключе Нагнетать именно через фланги, создавать там численное преимущество А просто большее количество людей туда по ситуации пытались отрядить, назвали фамилии И сыграть, не ждать мяча, играть все время опережения Но, к сожалению, второй этап для меня лично он как бы неожиданностью стал Хотя начали медленновато, потом пенальти вроде заработали После этого, в общем-то, совершенно ничего не понравилось Много игроков совершали такие непростительные тактические ошибки, что за все эти матчи я не видел такого Не буду их перечислять, но дело не в этом И, конечно, опять может быть не очень много, но как мы располагаемся, когда мяч метается по воротарской И некому подставить, сложно объяснить Хотя, повторюсь, с точки зрения организация была хорошим И все ждали, когда мы забьем, со вторым мне вообще не понравилось Ну, вообще, в принципе, есть возможность изменить настрой команды? Я думаю, что здесь не в настроении дело Сейчас любая команда, опять, основных игроков потеряет Я посмотрю, чтобы они играли Любая из наших зон Ну, посчитайте Дубровин, нет Деппенко, нет Строим, нет Комисов, нет Дальше перечислять Поэтому, безусловно, это все сказывает И нагрузка на тех игроков не исключает, что она в психологическом плане была высока Что где-то и какая-то усталость где-то подобралась А передохнуть-то некуда Надежда на то, что... Ну, в общем-то, на скамейке вы не видели у нас там Еще пару человек сидел, который на сегодняшний момент недостаточно Кузнецов два месяца не играл Его сразу совать в игру, где, в общем-то, гарантия того, чтобы хотя бы не испортить Поэтому, отсюда все проблемы Очень много игроков, с которыми, в общем-то, связывали надежду на то, что они... Ну, сейчас не... Вопрос возникает, что делать? Как что делать? Ну, в общем-то, попытаться не терять очки И сыграть в организационном плане Как первый этап, а мне не понравился первый этап Отлично Значит, надо выжимать больше из этого Не 45 минут, а 80-75 Для того, чтобы хватило обыграть соперника То есть опять реализация? Ну, реализация в основном На самом деле Неплохие моменты создаем Включая 11-метровых Владимир Васильевич, если в конце августа и в начале сентября команда Гальцевала буквально То есть легко все было То сейчас такое ощущение, что физически Ну, вот, наверное, это продолжение того разговора об этих пяти То есть Не хватает Движения Вот так Не хватает В середине поля Креатива Нет, нет ротации То есть подменить вовремя Подсевшего игрока мы не можем в данный момент То есть усилить давление и все остальное То есть сразу красить игру Поэтому На самом деле трудно Я сейчас скажу, что Очень сложная ситуация Команда, когда 7 травмированных И Большая нагрузка легла на этих людей Которые абсолютно практически 8% без амин Это 90 минут Плюс в каждом матче И Проходных-то нет Все бьются 10 сзади Контратаки Во втором тайме Сколько нам Четыре или Может и больше Пять пропустили Контратак А в первом тайме Когда играли грамотно Там были считанные Все Все глушилось на дальних подступах Вот что это Усталость Или это Стремление Эмоциональное Мысли На второй план И вот Глазами что-то там Хочу Надо просто было делать Так же Как первом тайме Думал, было бы все нормально Запас по приобретению Есть еще игроков? Кому-то присматриваемся Нет, ну запас есть А что сейчас об этом говорить Зимы-то мы никого не заявим Списки-то много у кого есть Поэтому Будет очень много Зависит на каком месте Мы подойдем К этому То есть Все игроки Как бы хотят с прицелом На ПНЛ Поэтому Об этом идет речь Очень серьезно Сейчас Непростой период Надо Выставить Надо Выставить Как в начале Мы начинали Надо было терпеть А сейчас По другому поводу Нехватка Кадров Опять надо терпеть А в чем смысл Комбинации С заявкой Дьяченко И Терновского И приходят в команду Вот нового Вратаря То есть Для них уже все Они уже отрезаны Нет, почему Но там По регламенту Мы не можем дозаявить Вратаря Значит Если У нас двое Поэтому Дьяченко Порвало задние мышцы Это минимум месяц У Значит У Терновского У него Вообще Ему миниск удалили Но у него Там есть Отрыв Крестообразной связки Ему на операцию Пришлось По регламенту Надо заявлять Только Когда один Мы имеем В составе Экстренно заменить второго Вот с этим И связано Получается На сегодняшний момент Не заяви У нас вообще Один Оба Травмированы Они не в состоянии играть И должны не тренироваться Итоги Общие Первого круга Сегодня Как бы Первый круг Закончился Я понимаю Что конечно еще рано об этом говорить Но так вот Форман В двух словах Ну Я в принципе Не ожидал Легкой Легкой прогулки От первого круга И Большому счету Большинство матчей Мы сыграли на хорошем уровне И Значит Приобретали очки Единственное Что Огорчило Это сегодняшний матч Вот А если брать в целом Ну конечно Надо там посмотреть Как сегодня сыграет Саратов Если Останемся вместе Хотя бы На первой строчке Там еще И Будем считать Что Это не так уж и плохо Мы сегодня Можем И на третьем месте Оказываться Нет Ну 28 Да Да Но По победам Как сыграет Саратов Ну Если будем На другом месте Лично меня Это Не удовлетворяем